Следующий вопрос. Каково постановление продажи в рассрочку? То есть, когда человек отдает дополнительный срок покупателю, то есть на расплату, но при этом добавляет цене. Разрешено такое или нет? То есть, это не является чем долгом. Я тебе дал долг. Нет, имеется в виду. То есть, продажи в рассрочку, иншаллах, понятие известное, так или нет. Говорит Захаб Аксару Ахлил Айлим Иль Аджавази Залика. Большинство ученых считают, что такая сделка является разрешенной. И это мазаб имама Ахмада, имама Марика, Шафия, Абу Ханифы, Суфьяна Сауля, Аля Узая, Тирмиди Вагайрихин и других. То есть, это мнение четырех мазабов. То, что продажа в рассрочку разрешена. Это усвоили или нет? То есть, когда человек говорит, этот компьютер за 100 долларов. Но если покупаешь в рассрочку, то за 120. Разрешено или нет? Говорит, большинство ученых считают такую сделку разрешенной. И в довод на это свое мнение привели следующие доводы. Говорит. Всевышний Аллах разрешил торговлю и запретил ростовсичество. Поэтому из этого аята берется, что основа в торговле это разрешенность. И неизвестен какой-либо конкретный довод, который бы запрещал этот вид сделки. Это первый довод. Значит, основа. Что это является продажей торговли, а торговля разрешена. Кроме как, если пришел довод на запрет. Говорит. А такого довода неизвестно. Второе. Ковлю Та'ала. Илля антакуна тижаратан антарадым минкум. Слова Всевышнего Аллаху С.А. Кроме как, если это будет торговлей, со взаимного вашего согласия и довольства. Нам говорят. Оба здесь довольны, оба согласны. И это является торговлей, поэтому разрешено. Третье. Аджаза Ахлюль Альм Ассалям. Говорит. Берется разрешенность продажи в рассрочку. Также из разрешенности вида торговли, который называется Ассалям. Что такое Ассалям? Только что разбирали этот вид. То есть, когда ты приносишь, отдаешь деньги все сразу. Так. За то, что данный человек поставит тебе что-либо из зерна, допустим, из фиников. Или из любого какого-то товара через какой-то определенный срок. Через месяц или через два месяца и тому подобное. Это называется Ассалям. Говорит. Смотри. Ученые разрешили Ассалям этот вид сделки. Вместе с тем, что обычно цена в этом случае бывает дешевле. За счет того, что человек отдает деньги сразу. То есть, как это понять. Если я пойду в магазин, там где продают эту муку или на оптовый склад. Муку или там, допустим, пшено, пшеницу. И приду покупать эту пшеницу. Получше что мешок за 100. Так, мне нужно, допустим, 100 мешков. Получается, я заплачу сколько? Заплачу 10 тысяч. Здесь я прихожу к человеку, который эту пшеницу может доставить через год. Допустим, снимет урожай и доставит мне эти, сколько 100 мешков муки. Я даю ему уже не 10 тысяч, а даю только 7. Я говорю, вот тебе 7 тысяч, поставишь мне 100 мешков. Усвоили или нет? Почему я даю здесь только 7, а не 10, как если бы я сделал это на оптовом складе, получая товар сразу? Так, потому что здесь тот, который получил деньги от меня, пользуется этими деньгами. То есть, я ему деньги дал сразу, он может эти деньги пустить в торговлю, может вырастить эти деньги так или нет и тому подобное, крутить эти деньги в кругу и так далее. То есть, совершать на нем что-то, на этих деньгах что-то полезное. И за счет этого цена оказывается какой дешевле? Говорит, фаламани аминакси далека. А раз это разрешено, то не должно быть запретным наоборот. То есть, в каком смысле? Не должно быть запретным то, что я отдаю больше за то, что мне отдают, дают срок больше. То есть, если мы разрешаем, салям, разрешаем отдать сумму меньшую за счет того, что я отдаю деньги сразу, то почему должно быть запрещенным, когда я отдаю сумму большую за счет того, что мне дают срок пользования этими деньгами больше? Усвоили или нет? То есть, если это разрешено в торговле салям, то это должно быть разрешено также здесь, в торговле, которая называется ИЛЯ АДЖАЛИН БЕЗИЯДА, то есть рассрочка. Четвертое, вот этот третий аргумент понятен же, так или нет? Ничего сложного нет? Или еще раз разъяснить? Еще раз разъяснить? Смотри, когда человек покупает что-либо в виде торговли, салям, что такое салям? Ты приходишь к человеку, у которого есть гектары земли, и он засеивает пшеницу. Но этой пшеницы сейчас нет. Время еще только февраль. Пшеница будет когда? Будет, допустим, в летом и тому подобное снимется урожай. Я ему приношу 7 тысяч, допустим, определенной валюты, и говорю, поставь мне 100 мешков зерна. Через 6 месяцев. Тот соглашается. Если бы я пошел с этими 7 тысячами на склад, на оптовый склад, тут же зимой на оптовом складе есть прошлый, прошлый, что урожай. Имеется 100 мешков, пожалуйста, забирай. Кто-нибудь продал бы мне его за 7 тысяч или нет? За 7 тысяч мне бы его не продали. Продали бы мне его за сколько? За 10 тысяч. Почему? Потому что товар тут же готов к тому, чтобы я его забрал. А здесь видишь, этот человек ничего взамен не дает, но берет у меня деньги сразу. То есть эти деньги он должен был бы получить только когда, летом, когда бы снял урожай, ходил бы продавал эту свою пшеницу и только тогда бы поимел эти деньги. То есть сколько? 7 тысяч или 10 тысяч и тому подобное. Но сейчас он что делает? Берет эти деньги сразу и может полгода еще этими деньгами пользоваться. В бизнес их пустить, что-то еще посеять, еще плюс несколько гектаров, допустим, земли и тому подобное. Понятно или нет? Купить какие-то удобрения, в которых он нуждается и так далее. То есть за счет этого я плачу ему меньше, чем я бы купил сейчас на оптовом рынке. Так вот, ученые теперь, которые разрешают торговлю в рассрочку, говорят, если мы разрешаем заплатить меньше, заплатить меньше, за счет того, что я отдаю деньги и вот этот вот человек забирает все мои деньги и забирает меньшее количество денег, за счет того, что ему дают их сразу и дают ему возможность пользоваться ими полгода, то есть он что делает? Как бы 3 тысячи скидывает, делает скидку 3 тысячи. Зачем он делает эту скидку 3 тысячи? За счет того, что ему дают деньги сразу, вместе с тем, что товар у него еще не готов и он может полгода пользоваться этими деньгами. Говорят, тем более или так же должна быть разрешена рассрочка, когда я даю денег больше продавцу за счет того, что он мне дает времени больше на расплату. Ясно или нет? Говорит, если это разрешено, почему это не разрешено? То есть тема одна и та же. Так, говорит далее. Четвертое. То, что здесь продавец, то есть в случае с рассрочкой, берет деньги не просто так, то есть кто-то может сказать, это поедание, имущество людей, бельбатль, то есть ложно, просто так, на ровном месте. Мы говорим, нет, не на ровном месте. Человек, когда продает компьютер за 100, ему отдают деньги, он пользуется этими деньгами. Опять пускает их в торговлю, привозит новые товары, обновляет свой магазин и тому подобное. Правильно или нет? А здесь он соглашается на 120, на 120, за счет того, что он деньги не получает сразу, а получает в рассрочку по чуть-чуть, по 20, по 20 в течение 6 месяцев. Он этим самым теряет или не теряет? Теряет то, что он теряет возможность пользоваться деньгами, крупной суммой сразу. Говорит, поэтому это является чем разрешенным. Пятое. Говорит, так же, как мы говорим, может ли продавец продать товар дороже, чем по его рыночной цене, если покупатель на это согласен? Может или нет? То есть всем известно, что цена этого товара 100, но я продаю на этот раз, допустим, за 110. Может, если покупатель согласен, знает о том, что цена 100, но я продаю ему за 110, и он согласен и покупает по каким-то причинам. Не хочет, допустим, ходить на рынках, искать что-то и так далее, или я его знакомый, или он мне доверяет, что мой товар, в нем не будет дефект и так далее. Могу ему продать за 110, вместе с тем, что рыночная цена за 100? Без всякой рассрочки. Могу, говорит, и тем более ты можешь продать дороже за счет чего? За счет рассрочки. Ясно или нет? То есть вся эта аргументация кого? Привернуться в первом мнении. Далее, говорит, второе мнение в этом вопросе некоторые из ученых считают, что это запрещено. Говорит Ивана Шаукани, передал это мнение от Зайну Абедина, Али ибн Хусейн, а также от Насыра, а также это все является кем? Все является потомками Али ибн Абиталиба, то есть людьми особо, чрезмерно почитаемыми кем? Шиитами. Говорит Вал-Хадавия. Хадавия это одна из групп, то есть последователей Яхья ибн Хадий. Они являются группой рафидитов, поэтому их мнение не принимается в расчет, но имам Шаукани часто передает их мнение в своих книгах, так как он жил в имени среди шиитов. И что касается современных ученых, то это мнение Шейха Аубани, мнение о чем? Мнение о том, что торговля в расстрочку запрещена. И в довод на запрет привели хадис главы то, что пророк запретил две сделки в одной. И сказали, это похоже на расстрочищество. Сказали, человек продает за 100, но в расстрочку за 120, сказали подобно чему, или похоже на расстрочищество. И правильным мнением в этом вопросе является мнение первое, что такая сделка является разрешенным, и остается нам что сделать? Остается нам после того, как мы привели свои доводы, остается ответить на доводы второй стороны. Говорит, что касается того, что они приводят в довод на запрет рассрочки наш хадис, то есть который в голове, что пророк, салаллаху ассалам, запретил две сделки в одной, то ответ на это следующее. Как мы уже говорили, в этом хадисе нет указания на наш вопрос. Потому что те, которые разъяснили понятие две сделки в одной, как то, что человек ставит две цены на один товар, сказали, что запрет касается только того, то есть не самого того факта, что на один товар есть две цены, а факта того, что покупатель забирает товар, при том, что они не обозначили, каким образом будет он расплачиваться, будет расплачиваться в рассрочку или единовременно. Говорит, и это приводит к чему к джигаля, то есть к неизвестности. И из тех ученых, которые разъяснили этот хадис таким образом, то, что нет ничего страшного на назначении или от назначения двух цен на один товар, но страшно, если покупатель забирает товар, не конкретизировав, по какой цене он будет платить, таким образом этот хадис разъяснили имам Ат-Тирмиди, а также Ат-Табари, а также Абу Абей, то есть Аль-Касим ибн Салам, а также Ибн Абдул-Бар, а также Имам Ан-Нау, ибн Кудам, аль-Багави, ибн Рушд, ибн Ахарун, и другие. «Вамма каулихум», значит, понятен, этот хадис не является доводом в этом вопросе. «Вамма каулихум, инну фима'на риба», а что касается слов, привержится второго мнения, что такая сделка соответствует ростовчичеству или похожа на ростовчичество, то говорит, мы говорим, что суть в различных сделках это произнесение слов, которые сопровождаются определенными намерениями. И здесь говорит, цель человека это продать товар в рассрочку. «А цель не в том, чтобы брать в долг какое-то имущество, чтобы отдать потом больше». Правильно или нет? То есть человек что делает? Кто-то может сказать, он забирает компьютер, который стоит на самом деле 100, а потом возвратит 120 в течение 6 месяцев. Ростовчичество или нет? Говорят, получается ростовчичество. Мы говорим, это было бы ростовчичеством, если бы я забрал у тебя 100 в деньгах и отдал бы тебе 120 деньгами. Это ростовчичество. Но тогда я забираю у тебя компьютер, который стоит 100, и отдаю тебе 120 в течение 6 месяцев. Это не является ростовчичеством. Почему? Потому что суть моего намерения и твоего намерения от этой сделки это не ростовчичество. То есть я не желаю этим что сделать? Взять у тебя в долг и отдать выше. То есть это не сделка, в которой я беру в долг. Правильно или нет? Но суть какая? Суть в том, что у меня недостаточно денег и требуется мне именно товар. Мне не требуются деньги, мне требуется именно то товар. Говорит, И также при веренце второго мнения привели некоторые другие аргументации, которые не несут указания на запрет в действительности. Но все, что берется из этого, что лучше, если мусульмане будут помогать друг другу и облегчать друг другу жизнь. То есть как это понять? Если человек скажет, покупай за 100, без разницы, отдай же деньги сразу или в рассрочку. То есть так лучше. И действительно это лучше. Но если человек продает за 100 сразу, а за 120 в рассрочку, то тоже не подвергается чему порицанию. Но говорит, после того, как мы вернулись к словам этих имамов, то есть в их основах, то есть к их источникам, к их книгам, то нам стало ясно, что когда они говорят запрещен такой вид торговли, то они имеют в виду Это когда покупатель забирает товар, не обозначив конкретно, каким образом он будет расплачиваться. То есть опять все возвращается к чему? Все возвращается к правильному разъяснению этого понятия. Две сделки в одной. Говорит, И получается две сделки в одной в этом случае. Но если человек берет этот товар по одной из двух цен, либо расплачивается единовременно, либо расплачивается в рассрочку, то есть заявляет конкретно, как он будет расплачиваться, то про это уже нельзя сказать, что это две сделки в одной. Но это одна единая сделка. И такое понимание об этом заявил Таус, а также в Суфьяна Саури, а также в Лу-Заи. Говорит и поздние ученые тоже согласились, точнее, кто современные ученые поздние согласились с кем? С ранними учеными в этом понимании этого хадиса. При этом шейх Албани привел свою аргументацию и сказал То есть, если человек заберет компьютер и уйдет домой и не обозначит, каким конкретно видом расплаты он будет расплачиваться, говорит шейх Албани, здесь нет никакой неизвестности. Потому что покупатель либо платит деньги сразу и получается, что он выплатил деньги сразу. Говорит, или либо берет товар и уходит, не говоря ничего. И получается, что значит, что он решил покупать как в рассрочку. Где же здесь, говорит, неизвестность? С аргументацией шейх Албани понятна или нет? Говорит, человек забрал компьютер и ушел. Как можно сказать, что он не обозначил один из видов расплаты? Понятно, что раз он сразу деньги не заплатил, значит он собирается платить в рассрочку. А иначе, если бы он хотел бы платить сразу, то он заплатил бы сразу. Ясно или нет? Поэтому здесь нет никакой неизвестности. То есть, продавец остается на понимании то, что значит, раз покупатель не расплатился, что он будет платить в рассрочку. Вот ответ на это следующий. То, что деньги человек может заплатить тут же, то есть, при сделке, а может заплатить после того, как они разойдутся. И это называется долгом, срок которого подошел. И говорит, джихали в этом случае, неизвестность в этом случае, маучуда, продолжает присутствовать. То есть, так, что человек может забрать компьютер, не заплатить, и уйти, в том смысле, что пойдет за деньгами, или пойдет, напишет чек, или что-либо подобное затем вернется. Говорит шейх в Албании, говорит, Пророк, салаллаху алисаляма, разъяснил, что запрет, или причина запрета двух сделок в одной, в чем? В том, что это является расставчичеством. Как это приходит в реваяте у Абу-Дауда, который упомянут на нас в главе. Помните, что было сказано, запрещено две сделки в одной, и человек может забрать либо самые худший для него вариант, либо попадает в расставчичество. Шейх Албании говорит, отсюда становится понятно, что запрещены две сделки в одной, не из-за джигала, не из-за неизвестности, как это разъяснили древние и современные ученые, а из-за расставчичества. Говорит, и пришло так же подобное от Ибн Мас'уда, о том, что он сказал, две сделки в одной сделке, расставчичество. Что касается этого ацара от Ибн Мас'уда, говорит шейх Симак Ибн Харб хадису Хасан. Симак Ибн Харб говорит, его хадисы хорошие, уровни хороших. К тому же, от него этот хадис передает шуруба а также Суфьяна Саури. Поэтому этот хадис является достоверным. А Абдурахман Ибн Абделлай Ибн Мас'уд слышал от своего отца Абдулла Ибн Мас'уда. То есть, этот ацар Ибн Мас'уда является каким? Является достоверным. А что получилось? Значит, пришло в хадисе разъяснение, в чем проблема запрета двух сделок в одной. Что проблема в том, что это является расставчичеством. И пришло это от одного из подвижений. Вот Ибн Мас'уд за саверным и снадом, что две сделки в одной являются чем? Расставчичеством. Шейх Албани теперь говорит, это указывает на то, что ваше понимание того, что две сделки в одной, то есть, когда человек забирает товар и конкретно не разъясняет, каким образом он будет расплачиваться неправильно. Неправильно. Потому что в этом нет расставчичества. Но в этом есть что? Максимум, что в этом есть джихада, неизвестность. И тот шейх Албани не соглашается, что в этом есть неизвестность. Так? Говорит, значит, вы неправильно понимаете этот хадис. Потому что пророк, саллиллаху алиюсаляму, указал, что проблема от этой сделки не в чем? Не в неизвестности, а в расставчичестве. Значит, этот хадис нужно понимать по-другому. Усвоили или нет? Говорит, уаль-джаваба анзалика ответ на это какой? Анна сурат арриба алят-тавсир ас-салис вар-рабя уадаха. Говорит, что касается третьего и четвертого разъяснения понятия, что такое две сделки в одной, то, говорит, в нем действительно присутствует расставчичество. Помните, третье и четвертое разъяснения. Третье это какое? Когда сделка касается салям. Человек говорит, на тебе 10 тысяч, поставишь мне 10 бочек, допустим, чего? Пшеница, через полгода. Затем через полгода приходит, 10 бочек нет, тот в свою очередь говорит, я не смог тебе доставить 10 бочек, но дай мне еще месяц, я доставлю тебе 12 бочек. То есть, как бы, говорит, продай мне эти 10 бочек, которые я тебе еще не доставил, так я тебе доставлю взамен их 12. Это является явно риба, как мы сказали. Так? Она здесь присутствует. И четвертый вид разъяснения какой? Когда человек говорит, то есть, сделка называется абей валь айна. Человек продает во что? Или покупает товар в расточку, потом тут же продает его подешевле, но за деньги. В этих, говорит, случаях, действительно присутствует расставчичество. Но если мы возьмем наш первый таксир, то в нем есть товар, не обозначив, как он будет расплачиваться, единовременно или в расстрочку. Говорит, действительно, в этом никакой риба не присутствует. Так? Говорит, но ответом на это будет то, что, во-первых, слово абу-дауда не является сохраненным. То есть, эта добавка является какой? Шазда является отклоненной. Соответственно, именно от пророка, саллаллаху алисаляма, не пришло достоверно разъяснение причины. Почему запричены две сделки в одной? Сказать, что причины этого в расточистве мы не можем, так как от пророка, саллаллаху алисаляма, это не пришло. И даже если скажем, что эта добавка является достоверной, говорит, то разъяснить это можно также тем, что многие из ученых называют любую запретную сделку расточиством. То есть, какая бы сделка ни была совершена, запретная, называют ее общим словом риба, что это является расточиством. Камазака Разалика ибн Насар аль Марвази фис-сунна. Как об этом упомянул ибн Насар аль Марвази в своей книге «Сунна» Ибн Хаджир также заявил об этом, разъясняя хадис 2083-й Исаием Бухари. О чем заявил? Заявил о том, что многие из ученых называют любую запретную сделку риба, расточиством. Говорит, а также другие ученые заявляли об этом. Ибн Хаджир ибн Насар 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 То есть плод плода является чем? Расточиством. Вместе с тем, что в этом нет расточиства, но в этом есть что? Запретность просто. Видишь, в этом приходит указание на то, что запретная сделка также может расточиством называться в контекстах. Знаешь, общее разъяснение, почему пророк указал на то, что запрет двух сделок в одной, причина его заключается в наличии расточиства, мы говорим, во-первых, от пророка такое не установлено. Даже если это установлено, или если мы возьмем слова Ибн Насар то, возможно, они имеют в виду просто то, что это является запретным, а не то, что в нем действительно присутствует расточиство. Если же мы говорим, что слова пророка не установлены, то слова Ибн Насар не являются доводом полноценным, самостоятельным в этом вопросе также. Вот это усвоили или нет? Говорит далее. Культу, говорит Шиххамад Ибн Хизам, Фаховлю Джумхуру Вассава. Говорит, исходя из этого, правильным является мнение большинства ученых. Говорит, Хува Таржиха Говорит, что касается современных ученых, то это мнение Шейха Бенбаза, Шейха Ибн Хизамин и Шейха Аль-Фаузана. И здесь, естественно, необходимо отметить то, что такая сделка, то есть сделка в рассрочку, разрешена в любом случае, кроме тех товаров, в которых есть рыба. То есть рыбовой яд, как финики, что еще? Золото, серебро и тому подобное. Здесь необходимо что делать? Здесь необходим тахабл, то есть забирание одновременно двух товаров сразу. То есть, если ты продаешь золото за золото, то ты не можешь здесь делать рассрочку, я тебе золото даю, а ты мне золото возвращаешь, допустим, через полгода. То есть, приходишь, покупаешь золото в рассрочку, допустим, на полгода, расплачиваешься за это золото, не имеешь права, должен забрать золото сразу. То есть, разрешенность торговли в рассрочку касается чего? Касается только тех товаров, в которых не протекает рыба. В каких товарах рыба протекает, придет у нас где? В отдельной главе относительно вопросов рассрочищества. Далее. Продолжение следует...